Я, кстати, про Амбулу могу сказать, что все эти люди этих я неколи любил выбитными, головными историками, теоретиками, философами мастерства. Зараз и сегодня працуют ненавито с медиами, потому что свет звенился, и кроме медиа фактично никаких мастерства укутка не застанется. Это и есть как бы тканина дитя. Я зараз переключусь на российскую мову, потому что книжки перекладываю, за которыми я прозвала я на русскоморное, и тому, что Макрюлина, например, по глорусскому немае, я не веду, когда он дьявится, и когда я буду опелевать до конспектов, которые написаны из русских текстов, и сказать это у всех по глорусскому, я просто вряд ли я тебе. А это не верьми приемно, варятеть на вачах у всех. Вначале я хотел бы за пытанья, якое, ну, як бы на видовоку. Неколи, каля я учился в этом будинку, в журналистике нам казали про журналистик, только сегодня нам кажут про медиа. А что значит этот термин? Что такое медиа? Что есть медиа? Как вы это разумеете? Тиможа, кто-нибудь, ведая, от кулина походит? Слушайте, я вам покажу, и все, и просто надо по-россейски, по-русски говорить. Что такое медиа? Средство. Связывающее звено. Связывающее звено. А что это досконально, с какого это языка, и что оно точно звучит? Медиум по латыни, да? И в данном случае мы имеем plural, то есть множественную форму от слова посредник в латинском языке, да? Когда все это время мы будем говорить фактически про некое средство передачи неких мессенджей, которое очень сильно за последние 6 тысяч лет изменилось, но еще более изменилось за последние 30 лет. Медиа есть посредниками. Медиа есть посредники, да? И давайте начнем с того, что попытаемся понять, в какой момент масс-медиа и медиа как таковые появились. Для начала нужно чертить смысловую сферу, да? Вот скажите, является ли медиа эта картинка? Это медиа? А почему нет? Ну, потому что информация не живет для себя, не так, что она не живет для себя. Я имею в виду саму картинку на стене. Она несет и не информация. Ну, она несет, но... Я сама для себя понимаю, что она значит. Но тем не менее это медиа, да? Все согласны с тем, что это медиа. Все согласны с тем, что граффити, например, на стене является медиа. Мы можем... Это информация и это же медиа. Потому что стена является посредником, который передает некие смыслы нам, да? Скажите, мой костюм, вот то, как я одет, является медиа. Наша одежда является медиа, да? Какие мессенджи она нас передает? То, что мы хотим сказать внешнему миру, да? То есть понятие медиа довольно широкое. И сужать его до понимания тождественного средства массовой информации, когда использовавшемуся в качестве аналога медиа, не надо. Оно широкое. Так вот давайте теперь вернемся к истории. Когда примерно, на каком этапе и в какой форме появилась первая медиа? Что было первым медиа? Природа. О рукотворном медиа. Почти рукотворном медиа. Медиа, созданным человеком. Да, вы знаете, я бы тоже, если бы услышал такой вопрос, я бы сказал так. Но нет. Значит, я буду время от времени вспоминать о том, что все то, что я говорю, оно подчеркнуто из каких-то книг. И в данном случае я держусь в русле книги «Понимание медиа» Маршала Маклюэна. Тут я скажу буквально два слова про этого человека. Он есть у нас в Ридере. Маршал Маклюэн, провизионер, философ, теоретик медиа, человек, который наиболее цитируем сегодня в контексте новых медиа, несмотря на то, что Мануэль Кастингс, казалось бы, или Бакарджиева, вроде как больше говорят про новые медиа. Тем не менее, это человек, который исчерпывающим образом 50 лет назад описал тот мир, в котором мы только начинаем сейчас жить. И описывать этот мир он начинал с предъявления этих отличий в нашем мышлении, в нашем бытии от бытия и мышления людей до медийной эпохи. Так вот, Маршал Маклюэн, обратите на него внимание. Если у вас когда-нибудь появится два часа свободного времени, откройте его книгу «Понимание медиа», либо его книгу «Галактика Гутенберга» и прочитайте их с любой точки. Они написаны очень странно, его за это очень сильно критиковали, его даже ученым в общем не считали, потому что он не вполне наукообразно их написал. Тем не менее, именно к пониманию медиа «Галактики Гутенберга» мы найдем ссылки в любом учебнике по Google по технологиям поиска сегодня. Так вот, как вы думаете, какое медиа до наскальных рисунков существовавших Маклюэн нам предлагает в качестве первого медиа человечества? Что еще, кроме наскальных рисунков? Что было до наскальных рисунков? Что? Речь. Речь, как бы, это хороший ответ, надо сказать. Это хороший ответ, но это не созданное человеком явление. Это наша необъемлемая часть. Мы можем, конечно, говорить о том, что речь – это что-то приобретаемое социально, но вот самое главное сегодня теоретически речь, и говоря о том, что язык, в принципе, это что-то имманентно у нас заложено. Если ребенка до 4 лет не начать учить языку, то вот этот навык, навык говорения, он его не раскроется, он не появится. Но это ответвление. Давайте ближе к теме. Что еще? Какие еще есть варианты первого медиа? Верование. Обрядовость – это тоже очень медийно, да? Это то, с чего начался, например, театр, и то, с чего началась вся сценическая культура. Но это тоже было чуть-чуть позже. Давайте я, чтобы не мучить вас, дам вам ответ, который предлагает нам МакЛюин. Вот так выглядит этот ответ. Дорога была первым медиумом. Дорога была первым средством передачи сообщения. Дорога. Именно дорога. До появления телеграфа, говорит нам МакЛюин в понимании медиа, до появления телеграфа любая передача информации сопровождалась, собственно, дорогой, по которой передавали. Более того, он идет дальше и сообщает нам, что, например, любое событие истории можно интерпретировать с точки зрения медиа. И вот по его версии, закат Римской империи начался с потери контроля над Египтом, который в свою очередь привел к тому, что исчезли папирусы. Как только в отделопроизводстве Рима исчез папирус, бумага уже была, но она была очень дорогой, исчезло средство связи между метрополией и регионами. Дороги римские моментально опустили, потому что люди, которые могли бы передавать какие-то месседжи из столиц, из больших городов метрополии, не имели, что передать. Дело производства, законы, все это пришло в упадок. Таким образом, дорога была самым первым медиумом, самым первым медиа, с которым мы имеем дело. Во всяком случае, в понимании Маклюина. А что было дальше? Что было соизмеримо с дорогой? Дороги появились впервые в Римской империи. Вы сказали, что все существовали задолго для Римской империи? Как с ними существовали? Дороги первые появились задолго до Римской империи. Мы говорим о тропах. Мы говорим о любых путях, по которым ходили люди, которые еще были не вполне людьми. Мы говорим о таких созданиях, которые научились прямохождению. Но ведь муравьиная тропа тоже является медиумом. Потому что по ней ходят... Господи, вот бывают же такие настойчивые люди. Муравьиная тропа тоже является медиумом. Потому что по ней совершают свои путешествия некие гонцы, которые с помощью феромонов передают некие знаки. Вот муравьиная тропа, звериная тропа, по которой ходят стадо к водопою, была задолго до появления материальной культуры, до наскальных рисунков. Поэтому тут, в общем, с Маклюином спорить сложно. В случае с Римскими дорогами, действительно, это была первая система унифицированных путей, одинаковых, например, по ширине. Любая римская дорога была выполнена по определенному стандарту. Точно так же, как юмские исследователи Греции могли восстановить пропорции храма, зная только размеры капителей колонны, вот точно так же дорогу можно было полностью восстановить в ее направлении и пропорциях, зная один бордюр, бордюрный камень, его размеры. Дорога в этом смысле была таким же унифицированным медиумом, как газета в эпоху ротационного пресса, о которой мы чуть-чуть позже поговорим. Давайте все-таки перейдем дальше. Что было следующим? Что было следующим на пути эволюции медиа, сопоставимым с дорогой, на ваш взгляд? Что следующим медиумом стало? Письменность. Именно так. Письменность. Что было после письменности? Тут как бы экспликации давать какие-то глупо, и так понятно, что бесписьменное общество не имеет никаких способов не только передачи информации, но и сохранения знания. Бесписьменное общество имеет другие отношения с прошлым и с будущим. В каком-то смысле в Беларуси есть очень бесписьменное общество, потому что у нас отсутствует коллективная память культурная. Мы до сих пор напоминаем чем-то бесписьменную культуру, потому что во многих смыслах мы не передаем знания. Вернее, мы получаем их, но мы их не сохраняем. Но фиг с ним. А вот после письменности. Что было следующей технологией, которая изменила человека после письменности? Искусство уже было при появлении письменности. Уже были мистерии, был театр, который непонятно, это был театр, или это было некое религиозное действие. Книга печатания. Книга печатания. Отлично, отлично. Гутенберг. Гутенберг из Корына. Скажите, пожалуйста, какое воздействие книга печатания произвело на физиологию человека? И произвело ли оно какое-то воздействие? На физиологию, на то, как мы спим. Можно ли говорить о том, что мы физически стали другими после Гутенберга? Многих из-под зрения. Из-за того, что стали многими из-под зрения. Давайте начнем с того, что попробуем определить, как изменилась техника чтения. Как изменилась техника чтения. Что главное изменилось при переходе от свитка к книге? Что? Листание. Так, что еще? Сейчас написано универсальный фильм. Универсальный фильм. Можем скользить по устроению. Мы можем быстрее читать. Массовое производство. Массовое производство было примерно через 300 лет после этого. Пока еще массового производства нет. Пока еще книга стоит до фигища. То есть, пока все еще не так, конечно, как стоил свиток, который нужно было переписывать три года. В среднем три года переписывалась одна книга Святого Писания. Но, тем не менее, она стоит очень дорого. Маклюин ссылается на Энди Лорда. На человека, который написал исследование, посвященное тому, как читали книги в монастырях до Гутенберга. И Лорд нам сообщает, что все допечатное чтение было изустным. Чтение молчаливое появилось только после Гутенберга. Читать свиток молча было невозможно. А скриптории и библиотеки в монастырях, скриптории, место, где переписывали свитки, всегда были местами с изолированными ячейками. Потому что скриптор не должен был слышать, что подговаривает другой скриптор. А писать молча было невозможно. Читать молча было невозможно. Таким образом, книга печатания для начала научилась нас читать молча. Но это только самое первое и самое очевидное. Если бы дело было только в этом, я бы, наверное, даже останавливаться здесь не стал. Влияние на нашу нудивность ограничивалось только изустностью, исчезновением изустности. В понимании медиа мы видим такой немножко шокирующий фрагмент, который пересказывает несколько статей, которые были написаны французским миссионерам, работавшим в Кении. Они были написаны для издания West African Times. И они рассказывали о том, что люди, которые приехали в Кию с французской миссией учить кенийцев в грамоте, слову божьему сначала, а потом в грамоте, на самом деле почему-то делают из работоспособных, любящих труд, не знающих, что такое воровство и ленность людей, людей, которые воруют, людей, которые начинают длиниться, людей, которые прекращают работать. Вот как бы эта статья заинтересовала Маклюина, она заинтересовала других исследователей. И туда приехали антропологи, они обнаружили несколько интересных вещей, что навык чтения, который приобретается человеком в зрелом возрасте, уже не в том возрасте, в котором мы ему учимся, мы как бы наследуем умение концентрироваться от своих родителей. Но вот если мы приезжаем в бесписьменную культуру и очень людей читать вместе с навыком чтения, они приобретают совершенно другую исследовательную культуру. Например, кенийцы, которые никогда не читали книгу, они спят по 4 часа. Они могут идти на свою работу, где они работают, в другой город, с 5 утра до 9 утра работать весь день, потом идти столько же до своего поля, где там у них дикие кабаны промышляют, и после этого проводить ночь в полудрены, отгоняя кабанов от своих посевов жидких, скудных. Напротив, когда они бодрствуют, они пребывают не в том состоянии, в котором мы называем бодрствованием, но в каком-то поклее называют это литаргией. Бесписьменный человек не имеет потребности концентрации. Он концентрируется на охоте, он концентрируется на рыбалке, но все оставшееся время он просто не имеет понимания того, что такое концентрация в нашем смысле этого слова. И один из моих любимых анекдотов, который можно прочесть в «Понимание медиа», это рассказ про то, как в Латинскую Америку приехала группа французских же миссионеров из ООН, которые должны были научить людей бороться с малявией. Для того, чтобы они понимали, что они общаются не с письменными племенами, они также понимали, что эти племена от деревни к деревне имеют разные диалекты, поэтому сделать фильм, где устно произносилось бы что-то, совершенно глупо, потому что в одной деревне его поймут, в другой деревне уже не поймут этого диалекта. Поэтому они сделали немой фильм на три минуты. Фильм имел следующий сюжет. В кадр медленно входил волонтер ООН. Он поднимался, нагибался, медленно нагибался, поднимал медленно с земли жестянку с налитой в нее водой, выливал воду, после этого переворачивал консерву, эту жестянку, и втаптывал ее в землю, для того, чтобы вода не скапливалась в жестянках, и для того, чтобы в ней не разводились малярийные комары. Показав это видео, трехминутное, в десяти селениях, и сделав опрос, как бы миссионеры, волонтеры, волонтеры ООН были шокированы, потому что вопрос о том, что вы увидели, жители всех этих деревень отвечали одно и то же. Это фильм про курицу. Мы увидели курицу. И как бы фишка в том, что при внимательном даже просмотре, люди письменной культуры курицу в кадре не увидели, ее там просто не было. То есть как бы в кадре все время находился мужчина, мужчина европейского вида. Тогда они начали разбирать фильм по кадрам, и просили назвать момент, когда, собственно, действие начинается про курицу. И они объяснили, что все, что делает мужчина, неважно, потому что нам же не сказали, откуда он пришел. И нам не сказали, куда он ушел. То есть стало быть, этот герой какой-то очень неважный. Более того, он двигается очень медленно, и на нем очень сложно сфокусироваться. Но на первой минуте, там, к концу первой минуты, кадр резко впархивала курица. Было понятно, что она появилась слева, и что она ушла направо. Более того, ее движение было очень быстрым, поэтому оно фокусировало внимание. В процессе беседы с жителями этих десяти деревень волонтеры обнаружили, что как бы наше постоянное отношение с книгой, с печатным текстом учит нас при картинке фокусировать взгляд примерно за полметра до нее, при просмотре видео, при просмотре кино. В то время как аборигены, жители дописьменной культуры, носители дописьменной культуры, склонны концентрироваться на тех частях, маленьких частях изображения, которые двигаются быстрее всего. И видят они только его. Из чего была сделана масса выводов, которые можно прочесть в понимании медиа, касающихся того, как книгопечатание, навык просто простого изготовления массовых книг. Мы понимаем, что Бутенберг сделал книгу массовой. До XIX века ее читали в основном аристократы, но это было уже не знание, которое заперто в библиотеках монастырей. Книга стала распространяться. Книга стала не только богословским трактатом, но и комедией. Благодаря Бутенбергу в первую очередь, кстати, популяризировалась литература, которая к тому моменту уже была написана, то есть литература среди вековая. Но создались условия для появления серванты, создались условия для появления массовой литературы. Следующий этап. Я тут уже не буду вас спрашивать, чтобы просто не тратить время. У нас более-менее будет час 15 на мой рассказ, и после этого я хотел бы поговорить просто. Быть может, у вас будут все репетики, либо вопросы, либо какие-то вещи, о которых вы хотели бы, чтобы мы вместе поговорили, и о которых я не скажу. Так вот, следующим большим этапом развития медиа стал 19 век. А конкретно вот это изобретение. Сорян, сорян. Мы видим тут Гутенберга, который похож на Ивана Грозного. Мы видим, как производилось печатание книг, какой это был трудоемкий процесс, и сколько времени требовалось для того, чтобы изготовить только одну страницу. Так вот, это то, что сейчас на стене, на нашем экране, это так называемый ротационный печатный пресс. Устройство, которое изначально было паровым, и устройство, схему которого его инициатор почерпнул из Месопотамии. Один человек, немец, я не буду утруждать себя вспоминанием его помехи, потому что запретение одновременно пришло из Германии, из Англии. Так вот, некий немец, путешествием по Месопотамии, обнаружил круглые печати, которые использовались для выдавливания орнаментов на вазах. Печать содержала в себе фрагмент орнамента, прокатывая по глине, ты получал бесконечное полотно. Он решил использовать это в производстве книг, и вместо оттискаемого пресса сделать роторный пресс, пресс, который будет кружиться. Как ни странно, первое, на что это повлияло, это изобретение, были от них не книги, а газеты. Но как бы, ну, вы понимаете, газета, которая стоила 10 франков, то есть, де-факто, 10 евро на наши деньги, стала стоить 90 центов, сантимов, то есть, в 10 раз дешевле. Развитие массовое, взрывоподобное, развитие газет, бумажного печатания, перелог к преобразованию всех остальных сфер культуры. Я, и не только я, и Борис Гройс, и Мак-Люн, твердо убеждены в том, что, например, импессионистов не появилось бы, ни путь Фигаро, с миллионным тиражом, которая их полоскала. То есть, как бы, не было бы ни взрывных сдвигов в культуре, в живописи, ни всего того, что последовало дальше. Появилась публика, благодаря газетам появилась публика. Благодаря массовым газетам, имеется в виду, благодаря технологии роторного печатания появилась массовая литература. Эмиль Заля, Ануре де Бальзак, все те литераторы, с которыми мы связываем в XIX век, были обязаны своим появлением, своим существованием вот этому изобретению. Изобретению, которое подвинуло тот мир, в котором мы живем сегодня, ближе к миру классического допечатанного человека, вы видите, как ускоряется прогресс, мы видим, как вслед за технологией, которая появилась 200 миллионов лет назад, появилась технология, которой условно говоря, 8 тысяч лет, если мы говорим про Древний Египет или про Месопотамию, вслед за этим появляется меньше-то в XV веке, Кутенберг, вслед за этим уже в XIX веке, то есть мы видим ускорение, и это ускорение в наше время привело, конечно, мега-взрывной характер. Следующее, о чем стоило бы рассказать, если бы у нас было чуть-чуть больше времени, я бы включил вам аудиозапись, она того стоит. Ссылка на эту аудиозапись есть в том ридере, который я запаковал на Яндекс.Диск. Надо сказать, что большинство кликов из ридера не на английском языке, а на русском языке, там только Маклун и по-моему и все, потому что большинство по-новому медиа выходит из... Они становятся неактуальны до того, как их переводят на русский язык. Соответственно, сегодня, например, не имеет никакого смысла переводить Бакарджиеву, потому что она уже описывает тот мир, которого не было. А книги про новые алгоритмы поискового Google и про новую систему интригования на Facebook, они как бы вот вышли полгода назад и они через год будут уже неактуальны. Соответственно, НВО даже в России не вкладывает деньги в их перевод. Так вот, в архиве вы найдете ссылку на нечто очень важное. радио, мы знаем, что радио появилось еще в 19-м веке, мы знаем, что эта технология существовала всю первую половину 20-го века. в 1950-м в 19-м века. В 1930-м году, в 1938-м году, извините, в США, в Нью-Йорке радиостанция CBS сделала нечто, что изменило мир медиа, опять же, не менее сильно, чем это произвели все предыдущие технологии. Маклюин объясняет и описывает это изменение, как превращение медиа из холодных горячих. Надо понимать термин, чтобы не путаться в нем. По Маклюинам холодные медиа это те медиа, которые требуют большого количества воображения для того, чтобы домысливать ту информацию, которую мы получаем. Нет абсолютно холодных, абсолютно горячих медиа, например, картинка в книге является более горячим в медиа, чем текст в книге, потому что мы видим ее, а радиопередача является более горячим в медиа, чем картинка, потому что радиопередача позволяет нам реально услышать нечто. Соответственно, самая горячая медиа сегодня это видео из существующих, но опять же, это все пока рано. Что случилось в Америке в 30-е? Был такой театр, театр, который никому не был известен. Театр, радиопостановки которого не собирали как бы рекламу. Театром владел Орсен Уэллс. Орсен Уэллс для того, чтобы привлечь к себе внимание, решил взять пьесу своего, в смысле не пьесу, а роман своего однофамилица Герберта Уэллса, которая называлась «Война миров», и запустить ее прямо после прогноза погоды по CBS. В тот момент аудитория CBS, радио СПС составляла 20 миллионов человек. На начале эту программу слушал один миллион человек, к концу 40-минутного выпуска слушал 8 миллионов человек. Один миллион человек в связи с этим впал в состояние экранного рекламы. После выпуска прогноза погоды, накануне которого был короткий анонс о том, что мы сейчас прочитаем радиопостановку, которую никто не услышал, потому что все не хотели слушать прогноз погоды, все было очевидно, началось чтение фрагмента из Герберта Уэллса, адаптированного к Нью-Йорку 50-х годов. Было рассказано про то, что на Марсе только что произошли вспышки, было имитировано включение из астрономической лаборатории Кринственского университета и включение профессора, который говорил, нет, 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 это не инопланетяне, это обычное дело. После этого раздали взрывы и как бы репортер начал описывать то, что он видит огромные шагающие по полю треноги, которые бомбят все вокруг и источают клубы ядовитого газа. Как бы один миллион человек сошел с ума, один миллион человек, то есть известно о том, что например, кровки из Нью-Йорка растянулись на 120 километров, известно, что люди захватывали гипермаркеты и начинали их грабить для того, чтобы забаррикадировать у себя дома. Известно также, что люди брали штурмом полицейские участки, предлагая свою помощь в отражении атаки марсиан. Известно также, что было масса сообщений вызовов скорой, сообщениями о том, что из-за инопланетного газа люди чувствуют души, умирают от души, были люди, которые видели вспышки, были люди, которые явственно видели взрывы. Как бы черта, которая отделяла мир старых медиа, мир холодных медиа, от мира медиа, фальшивых новостей и того мира, в котором живем мы, который неотделим, который, возможно, отделить сегодня медиа реальность от реальной реальности, эта черта была пересечена именно в тот момент, именно Орсона Уэллсона. Как ни странно, сразу вслед за этим началась компьютерная эпоха. Началась эпоха, которую Лев Манович, культовый исследователь новых медиа, человек, который написал последнего монография, посвящена работе с Инстаграмом, он исследовал с помощью Big Data, с помощью технологии Big Data 200 миллионов аккаунтов людей в Инстаграме и сделал выводы о том, как это повлияло на нашу модуль. Так вот, Лев Манович называет то, что произошло дальше, появлением так называемой софтверной культуры. Мы сами того не осознаем, не осознавая, живем сейчас в мире, который полностью заявлен на софтвер. Как бы софтвер это нечто очень похожее на те носители, медиа-носители, которые были раньше, но на самом деле внутри себя совершенно иное. Мы понимаем сейчас, что если бы здесь сидел айтишник, он бы говорил про это совершенно по-другому. Я представляю взгляд гуманитарный, я адресую этот гуманитарный взгляд на технологии в общем-то людям, которые, я думаю, являются такими же гуманитарными, как я. Надо при этом понимать, что мышление является важной частью существования, и поэтому гуманитарный взгляд на технологии, осмысление технологии, философское, гуманитарное, социологическое тоже важно. Так вот, Лев Манович в книге, которая называется Software Culture, которая была издана еще в 2005 году, обращает наше внимание на то, что мы с легкостью можем назвать человека, который изобрел лимонную перспективу. Мы все знаем, что перспективу в живописи забил Филиппа Томмазо Грунеллеса. Мы с легкостью мы говорим человеку, который придумал воровой двигатель или лампочку. Тут будет спора между Теслой и Эдисоном, но тем не менее. Но человек, например, который придумал Word. Мы все пользуемся Word. Сегодня две трети культуры создается благодаря Word. То есть кто это придумал? Кто, черт убери, был человеком. Мы знаем придумков, заработали миллионы на изобретениях этих первооткрывателей. Но мы знаем, кто такой Билл Гейтс, который использовал в Word идею в Word. Но мы не знаем реально родоначальника всего этого. И даже с трудом сможем подсказать момент или предсказать или определить момент, когда появилась первая программа, которая, например, была фотошопом. На каком этапе? Вот я помню, что я работал в текстовом редакторе. Он назывался тогда текстовым процессором. Он был зеленый с черным фоном. До Windows эпоху. И мне казалось тогда, что это только начало. Так вот как вы думаете, в какой момент кто изобрел Word? Хотя бы из какой сферы этот человек был? И в какой момент это произошло? Стив Джоус. Нет, не Стив Джоус. Стив Джоус. Снабарник. Его компания. Если вы не правильно, вы не разбираете свою судьбу. А когда это произошло? Как вы думаете? Сидесятые? Значит человек, который был первым изобретателем Word, Photoshop, компьютерной мыши, компьютерных окон, которые мы видим на экране, звали на самом деле Alan K. Alan K. И он не имел никакого отношения ни к Apple, ни к Microsoft. Вот это устройство, которое он сделал. Он сделал в 60-е годы. И работал он в структуре, которая находилась в городе Пауло Альто. И была организована компанией Xerox. Он пришел в компанию Xerox и сказал, ребята, у меня есть идея, что если мы, вы конечно прекрасно научились Xero копировать документы, копировать документы, что если к Xerox мы приделаем экран и приделаем штуку, на котором мы сможем создавать эти документы. И что если мы будем использовать основу Xerox для того, чтобы печатать то, что мы будем создавать. Он придумал среди самых важных его достижений называется Graphic User Interface. И интерфейс, который передается большими заглавными буквами от английских слов what you see is what you get. То, что ты имеешь на экране, это то, что ты получаешь на чате. Да? Да. Вот эта вот штука, это первая луж, которая использовалась, которая вообще была придумана. Он придумал все, и он сейчас в тени. Никто его не знает. Лев Манович задается вопросом о том, почему так произошло. Почему, условно говоря, мы все знаем имена режиссеров 20-х годов, почему мы знаем Чарли Чаплина, почему мы смотрим фильмы 20-х годов, для того, чтобы изучать, из чего это вышло. Но даже исследователи медиа с трудом вспоминают об Алане Кее. Вот с трудом нужно преодолеть определенную инерцию, конкуренцию между Apple и Microsoft, для того, чтобы понять, что вообще-то все начиналось в парк, в компании, которая была сделана в Xerox. И Манович дает этому довольно интересное объяснение. Он объясняет, что компании, которые производят фильмы, допустим, MGM, очень важно постоянно телепортировать кинопродукцию с одного носителя на другой, с одного там, вот как бы, с пленки на цифру, с цифра на диск, с диска на Blu-ray. Постоянно это продавать. В то время как продавцам софтвера вспоминать, с какого позора, с какого кошмара это все начиналось невыгодно. И поэтому есть целая область знания, огромная и влияющая на нашу повседневность. Мы все, повторюсь, работаем в Word, мы все там работаем с клавиатурами, которые никак не изучены и не охвачены, она никак не музеифицирована, она никак не зафиксирована. Но тут мы переходим еще дальше. Вот примерно в этой стадии, в стадии прото электронной культуры, прото новых медиа, человечество существовало до середины нулевых годов. И для того, чтобы понять, как все резко поменялось на самом деле, с изобретением вот этого устройства, имеет смысл помянуть Марию Бакарджиеву, потому что эта исследовательница еще 10 лет назад на любой конференции, где делался доклад по новым медиа, было две основные фамилии. Все говорили про Мануэля Кастельса, он там везде такой звездой выступал, Мановича никто не знал, Манович сам ходил за Мануэлем Кастельсом и как бы Мария Бакарджиева. Она вот была родоначальница и подхода, который, как казалось тогда, будет основным в исследовании медиа. Мария Бакарджиева, болгарка, по происхождению, она родилась в Болгарии, в годности 25 лет переехала в Америку и оказалась из прошлого в будущем. Она оказалась вдруг в культуре, дело было в 94-95 годах, она оказалась в культуре, где все использовали компьютеры, где все пользовались интернетом, которого в Болгарии тогда, в принципе, почти что не было. И этот резкий переход, да, она при этом была антропологом, она интересовалась антропологией. Она решила применить знания в антропологии к сфере новых технологий. Она изобрела концепцию, парадигму, которая называлась виртуальной антропологией. И концепция эта важная, потому что она до сих пор как подход, как парадигма используется для работы с новыми медиа. Но, конечно, книжка ее уже теперь это только выжимка метода. Это только метод. Она написала книгу, которая называлась незамысловатая интернет-сосайти. Тогда и первое, и второе слово, и само сочетание этих слов было чем-то очень необычным. Ну, как это интернет-общество? Ух ты! Вот. И в книге этой на основании интервью и включенного наблюдения с людьми, которые живут в компьютерах в домах с компьютерами, она описала, что такое жилище человека с компьютером с точки зрения антропологии. Вот она как бы, ну, что такое антропология? Вот представляем, да, то есть тот чувак в пробковом шлеме, который приходит в дом аборигенов, да, смотрит, записывает, ага, окей, а как вы тут писаете, а как вы какаете, а как вы кушаете, а как вы там спите, окей, хорошо, очень интересно, мы делаем по-другому. Вот точно так же она описала как бы подключаемость, компьютерную эпоху, интернет, как таковой. Она сразу же обнаружила несколько очень забавных нюансов, ну, например, когда компьютер, да, мы говорим под компьютером, мы понимаем вот такой вот блок, да, ну, вот это вот мы понимаем под компьютером, то, что мы видим сейчас в базе, да, то есть тик-тик, все, блок, там еще монитор обязательно, обязательно шнур вторгнутый в эту вот штуку, да, она обнаружила, что компьютер с интернетом у семейной четы всегда стоит в гостиной либо в столовой, в том же время, как одинокий человек всегда имеет компьютер с интернетом у себя в спальне. Понятно уже, почему, но как бы сейчас, сейчас даже можно это проговорить, ну, тогда это было необычно. То есть, как бы, она обнаружила, что любой из исследуемых новых подключенных имеет такого знакомого, роль которого очень необычна для прежнего мира. Это знакомый, которому можно с одиночей позвонить и сказать, чувак, у меня не включается интернет. Этот тип отношений, этот тип как бы социальной личности, она назвала instant helper, моментальный помощник. И этой роли не было до интернета. Это нечто совершенно новое. Точно так же, далее она объяснила, что вот раньше жилища строились вокруг печки, да, вот как бы есть печь и все как-то вокруг нее вращается. Космос современного жилища, объяснила она, строится вокруг подключенного к интернету компьютера. Повторюсь, она была очень популярной, очень важной дамой 10 лет назад, но время сейчас разогналось так, что они сегодня никто не вспоминает ввиду вот этой штуки. Потому что, как вы теперь уже слышите и понимаете, все то, что она описала, не имеет никакого отношения к тому миру, в котором через 10 лет после выхода ее книги живем мы. Не имеет смысла деление на людей как сомых в мире. Это раз. Во-вторых, как бы нету никакого смысла в понятии интернет-абориген, например, сейчас все интернет-аборигены. Но самое главное, если мы говорим о жилище, то компьютер с подключением по шнуру, это уже вообще... Да, вокруг чего строить жилище? Жилище сегодня и наши зоны комфорта сегодня это такие пятна покрытия Wi-Fi с ключами, которые у нас есть. И то есть первое, что мы делаем, когда мы приходим куда бы то ни было, мы спрашиваем ключ Wi-Fi и это, конечно, продемонстрировал и тут тоже. как бы... Какой-то тонкий намек. Какой-то сейчас нам осталось совсем немного вот как бы в режиме такого стереографического описания. Я сделаю паузу и чтобы восстановить какой-то контакт с развиванием. Спрошу такую штуку. Как вы думаете, что является признаком новых нудия? Что новые нудия отличают от старых переговоров? Какие features есть? Все... Мы говорим сейчас о неоспоримых трех моментах, с которыми соглашаются все исследователи. Чем новые нудия отличаются от старых? Дивкость. Дивкость. Онлайн-мидия. Онлайн-мидия. Оперативность. Оперативность. Нифига. Пока ни разу. Припоиск. Поиск. Поиск. Хорошо. Хорошо. Что еще? Если мы возьмем поиск, мы имеем в виду то, что мы можем найти любое слово, которое нас интересует. Какое-то Google рисовавчивое. Но что Google отличает от большую советскую энциклопедию? Мгновенность. Мгновенность. Доступность. Доступность. Персонализация. Персонализация. Есть три слова. Три основных понятия, которые считаются основным отличием. Все то, что вы говорите, вы видите. Это все правильно. И вообще основное это процесс создания контента и кто его создает. Вы знаете, что если мы говорим о новых медиа до эпохи 2.0, в принципе ничего не менялось. в принципе как бы если мы говорим о новых медиа, Бэк 2.0, то да. А мы говорим в принципе о новых медиа. Чем то, что создал Алан Кэй отличается от того, что создал Гутенберг. Роперационный пресс. Давайте так вот. Настолько старых новых медиа. Настолько старых новых медиа. В чем их отличие? Интерактивность. Интерактивность. Либо слово фидбэк, как ими грузим, фидбэк. То есть то, что мы можем оказать мы как потребители можем какое-то влияние оказать на сам контент. Что еще? Конвергенция это называется. И по конвергенции мы что понимаем точно? Что такое многоплатформа? То, что типов медиа в одном медиа может быть очень много. То есть это может быть видео включение, аудиоподкаст, текст и все на свете. Интерактивность в сетях просто. Горнал диктатик. конвергенции. И что является основным, что все это вышесказанно обуславливает. Грузин опять же пересказывает как цифровость, дигитальность. Дигитальность. подразумевает то, что исчез физический носитель. Я когда в 94-м году пришел на практику на радио, там были такие бобины с пленкой, которые и ножницы, и клей. для того, чтобы сверстать сюжет, нужно было и если ты промахнулся, то это очень большая проблема, потому что будет слышно и тебе режиссер даст по голове. Сейчас дигитальность позволяет с помощью ноликов и единичек все это делать, без всякого контакта с физическим носителем. Но повторюсь, какой год, как вы думаете? начало 90-х, я тоже бы так подумал. На самом деле 2004-й год, 2004-й год, появление коммуникаторов и начало эпохи коммуникаторов, момент, когда компьютеры, лэптопы стали довольно нормальными в плане батареи и заменили как бы подключенные с помощью проводов середина нулевых. Начиная с середины нулевых, начиная с середины нулевых, революции все происходят не с носителями, все революции происходят с софтвером, с программами, с теми платформами, которыми мы пользуемся. Существует в ридере книга, которая называется Google and the culture of search, которую я вам очень рекомендую, если у вас будет время. Она не такая крутая, как все книги Маклюйна, она никогда не будет переведена на русский язык, но она исчерпывающим образом показывает, что произошло с нашей культурой поиска, нашими отношениями со знаниями за последние годы. Как вы думаете, когда появился Google? Какие еще эксперименты? На блога компании? В 2000-е, по-моему, в 2009-м, 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 похожие поисковики существовали в Рунете, но Google резко и быстро все изменил. Я думаю, что на школе через 10 лет будут рассказывать, как устоен Google, из чего он начинался, но я поговорю. Первый Google поиск, первый Google, первый как бы алгоритм поискового Google состояли из трех элементов. Первый это кроулер, второй это индекс, второй это query, третий это query, то есть запрос, индекс, который выстраивается по запросу и кроулер, то есть ползунок, который ползает по разным сайтам и собирает их в индекс в зависимости от наличия от как бы точности запросу той информации, которая на сайте есть. Все это делается с помощью веб-маяков, которые называются cookies, которые сберегаются не в Google, а на сайтах. Basics. Там есть куча смешных нюансов. Например, то, что первый алгоритм Google, который был на этом этапе, в принципе не мог найти фразу to be or not to be, потому что этой фразы для Google под 2005 год не существовало. Вся эта фраза to be or not to be состоит из фраз, которые алгоритм поискова Google воспринимал как фразы, не имеющие вообще никакой семантической нагрузки. Глагол to be, глагол to be, как бы or, разделитель, который не имеет смысла. В 2005 году в результате большого апдейта поиска Google появилось понятие атомических фраз, фраз, которые имеют значение все вместе. Как бы Google стал эффективен. Но, знаете, я тут просто проговорю. То, на что обращает внимание Манович, то, на что обращает внимание эта книга, это то, что интернет начинался именно как нечто, что требовало Google. До появления социальных сетей основным занятием, которым мы занимались в интернете, была проверка почты и гугленье. По мнению авторов книги про Google, до сих пор время и количество операций, связанных с поиском информации в интернет, превышает количество операций, совершаемых в социальных сетях. Мне это кажется сомнительным. Мне кажется, все-таки мы в социальных сетях проводим больше времени. Тем не менее, Google дает ответы на все вопросы. Самое главное, он дает ответы на те вопросы, на которые уже давным-давно не дает ответы философия. Если вы спросите у философа, скажите, а в чем смысл жизни? Он рассмеется. Более того, философия сегодня переживает вот примерно Бодрияр был последним великим философом, которого половина ровно поля воспринимала как чудика, дурика, а вторая половина считала провинцем. После смерти Умберта Эка можно говорить о том, что западная философия вообще подошла к концу. Вместо философии в качестве места где мы ищем вопросы ищем ответы на все наши вопросы появился Google. Есть ли Бог? Вот спросите есть ли Бог? У кого угодно? Google вам ответит. Более того, он ответит, он представит эти ответы ранжировано по степени их соответствия или вам запроса. Таким образом, наше отношение с Google это наше отношение с Богом, это наше отношение сознаниями как таковыми. И поэтому любые малейшие изменения, которые происходят в Google, оказывают величайшее воздействие на нас. И в этом смысле их надо знать. Не только тем, кто работает в медиа, но и тем, кто хоть что-то делает это не ясно. И мало кто знает, что вообще-то после этого, после системы crawler index query в 2009 году произошла следующая штучка, которая изменила наш мир. Наверное, сильнее, чем мир изменила Библия Бутенберга. Google сам, если вы забьете в Google, когда это все началось, он скажет, что это началось в 2005 году. Фигня. Вот оригинальное сообщение из официального блога, с которого все началось. В 2009 году вместо поиска объективного, вместо поиска, который не имел никакой оглядки на то, кто ищет, Google презентовал поиск, который собирает информацию о вас, сохраняет ее пока в браузере, потом на вашем аккаунте Google, который связан с вашими социальными сетями и бла-бла-бла, и с помощью 50, в тот момент 50 показателей выдает вам нечто несоответствующее тому, что увидит другой человек. система PageRank, которая состояла из трех компонентов ранее, была полностью заменена персонализированной системой. Если вы почитаете, что сам Google об этом пишет, вы увидите много мути, непонятной. И вообще, на самом деле, если мы как-то охарактеризуем тот мир, в котором мы живем сегодня, и вспомним тот мир, в котором мы жили 10 лет назад, мы увидим, что основным отличием является то, что корпорации вообще не дают нам никакой информации. Они вместо информации предлагают нам какую-то любую реальную муть на тему того, что мы стремимся к всеобщему счастью, к отсутствию информации, к тому, чтобы вы общались друг с другом, как это делает Сукерберг. И ладно бы это делали такие люди, как Алан Кейн, человек с двумя образованиями, который свой первый компьютер сделал так, чтобы человек, им пользовавшийся, сам менял те программные оболочки, в которых он работает. Но с толпами этого мира стал заучившийся в университете Билл Гейтс и закончивший своего образования один год в колледже Марк Сукерберг и другие товарищи примерно с таким же чуть-чуть прикладным отношением к деньгам и к знаниям, к источникам денег. В книге про Google вы найдете один интересный прогмен, когда Марк Сукерберг в 2011 году, то есть через год после начала эпохи Facebook, пришел в Мичиганский университет на конференцию гуманитариев и у него спросили про он сам вдруг начал говорить про идентичность, как бы объясняя, почему Facebook так сильно привязывается к, например, паспортным данным, ведь интернет 10 лет назад замышлялся как нечто анонимное. Он объяснил, что он хочет избежать двойственности в идентичности, потому что у человека должна быть только одна идентичность. И как бы это, конечно, вызвало большой смех в зале, потому что понятие идентичности это как раз то, что меняется всякий раз, когда я сижу в зале, у меня одна идентичность. Когда я выхожу делать доклад, у меня идентичность становится другой. Идентичность это, в принципе, нечто конструируемое. Так вот, как бы большими объемами знаний их сбором, их продажей, их перепродажей начали заниматься люди, которые очень мало объясняют нам по поводу того, что они с нами делают, с нашими данными. И люди, которые при этом чуть-чуть слабо подкованы в каких-то базисах гуманитарных. Но я тут начинаю звучать, как Ружен Морозов, который из Беларуси выходец, один из главных предводителей школы медиапессимизма, который написал книгу «Недди Ринжин», и сейчас ведет медиаколонку в «Нью-Йорк Таймс». Я бы это хотел скипнуть. Подойдем к самому последнему фрагменту, самой уже последней части. Потому что касается Майкла Казинского и Бигдата. Вы наверняка что-то слышали про... Потому что в этой истории в общем-то тестинизм и вся парадоксальность той новой эпохи, в которой мы живем. Если вы хотите понять что-то про новые алгоритмы Гугла, повторюсь, с появлением системы персонализированного поиска знания как таковое, оно просто исчезло. Потому что Гугл окружил нас стеной фильтров. Кстати, одна из русскоязычных книжек, которую вы найдете в Лидии. Это книга, которая называется «Стена фильтров». Несмотря на такое немножко параметальное название, она детально описывает каким образом новые поисковые алгоритмы Гугла не показывают нам или показывают нам только то, что мы хотим сами видеть. Так вот, в ситуации с Big Data, о которой многие слышали, но в этой ситуации можно услышать, увидеть весь тот мир, в котором мы живем. Если вы хотите получить необычное удовольствие, я обычно это вывожу на экран, но всякий раз, когда я так делаю, люди все-таки записывают адрес и кликают на связывание его с Facebook. И вот осенью этого года это закончилось тем, что девушка не смогла разлагиниться с Twitter система, о которой я сейчас буду говорить, и она просто вынуждена была удалить Twitter. Поэтому я вам просто назову словосочетание Apply Magic Souls. Apply Magic Souls. Майкл Козинский, Михаил Козинский или Майкл Козинский, который устроил новый Watergate, оставил в интернете сборку программы, которая работает на анализ Big Data. Если вы забьете Cambridge Analytics на английском языке, либо Apply Magic Souls, вы выйдете на эту сборку. Ни в коем случае не кликайте там по связаться с Facebook либо с Twitter, потому что вы войдете в ту базу, которую сейчас активно продаются друг другу в корпорации. В чем смысл? Был неплохой парень, 22-летний, который закончил университет и который работал в области психометрики. Психометрики. Он был эмигрантом из Польши, он учился в Кембридже, он стал преподавать в Кембридже, он использовал понятие и подход, который называется Big Five, пяти больших характеристик психической личности для того, чтобы предсказывать поведение индивидуума в сети. Усовершенствовав уже существовавшие книги по Большой Пятерке, он сделал программную сборку, которая позволяла, вот если вы войдете на сайт, на который выход есть из запросов в гугле Apply Magic Sounds, вы увидите там окошко на 5000 знаков текста, вы вводите 5000 знаков текста на английском языке, вы обозначаете жанр этого текста, например, CV, и вы в качестве результата получаете все характеристики личности, этот текст написала. Я это делаю регулярно со студентами, сейчас я уже делаю это осторожно, 10 раз пидупидив. Не было такой ситуации, чтобы программа из 5000 текста знаков не определяла пол точно, расу точно. Вы понимаете, у нас все белые, но для программы, которая написана в Кэнгридже, где 30 на 70, угадать расу довольно сложно. Далее начинается самое интересное сексуальность, то, что называется системой политических предпочтений, насколько пересчетавший человек является консерватором, правым, имеет склонность к праведине и так далее, и религию. Сделав такую программу, Майкл Козинский и Кэнгридж Аналитика поступили на службу к компании, которая работала с Брекситом. Как бы, если вы забьете Бигдата, в основном, основные ответы, которые будут выданы по этому запросу, будут касаться компании Трампа и Брексита. Потому что оказалось, что на основании психометрики Козинского можно показывать людям в социальных сетях рекламу в зависимости от того, кто у них есть. То есть, вы слышали, конечно, про микротаркетинг, про таргетированную рекламу, но вот таргетированная реклама плюс парсинг, то есть, плюс работа с большой пятеркой является гарантированный результат. В результате применения началось все с того, что Кембридж Аналитика сделала вирусный тест в Фейсбуке. Они предложили ответить на ряд вопросов либо просто дать доступ к своей странице. Козинский, например, утверждает, что программе, которую он сделал, вот этой самой сборке, достаточно проанализировать 68 лайков, 68 лайков, поставленных вами. Программа знает, как их организировать, чтобы понять все о вас, вот как бы всю вашу психометрику. Ясно, что программа ошибается. Ясно, что и Google нас в самом деле насчет нас может часто ошибаться. Когда... Хорошо сказать. Да, ну как бы, но в результате этого те избиратели Трапа, которые хотели порядка, получали паттерную рекламу, которая призывала к строительству. Стену на границе с Мексикой. Те избиратели потенциальные, которые были сами мексиканцами, видели в нем защиту от исследования негрантов. Соответственно, политика как таковая, реклама как таковая, с момента изобретения Майкла Тазинского и с момента появления новых алгоритмов в Фейсбуке перестала существовать. Мы сегодня де-факто это стадо баранов, которые с разной степенью готовности делятся всем, что мы имеем и всем, с чего мы состоим, с компаниями, которые этими данными благополучно торгуют. Те из вас, кто, может быть, работал в маркетинге, может быть, слышали про планете парсинга и про парсинговые боты, которые существуют в Телеграме. В Телеграме, например, я не буду углубляться, смысл в том, что если мы с вами работаем в компании, которая получила закатную рекламу кроссовок, нам нужно найти в социальной сети идеального пользователя кроссовок, который олицетворяет эти самые кроссовки, ввести его в имя, в мой Телеграм-канал, и получить в ответ 10 за 75 российских рублей, 10 контактов за 75 российских рублей. То есть ничто. С мобильными данными. То есть если человек в профиле у себя указал мобильный телефон, то получаем его мобильный телефон. Как бы с мобильными данными, с 10 тех его друзей, которые соответствуют той рекламе, которая нам нужна. Мы все получаем телефонные смс-рассылки вирусные, мы все уделяемся тому, откуда они берутся. Они берутся из продажи, перепродажи, перепродажи данных, которая стала за нашей спиной. В основном элементарном той благополучной эры, в которую мы вторглись. Повторим, 10 лет назад интернет мыслился о чем-то совершенно иметь. 10 лет назад казалось, что интернет это про всеобщее радость, про полную анонимность и про способность писать и читать все что угодно, про все что угодно. Наверное, к выводам, выводы будут короткие, поскольку выносим на 10 лет за заявленное время. Мир старых медиа и даже мир новых медиа первой волны определялся оформлой покрыл на медиа месседж. И все было понятно. Было понятно, что медиа есть сообщение. Было понятно, что когда ты читаешь сообщение о том, что Петер Прококович получил звание Героя Беларуси, читаешь это все на сайте Советской Беларуси или Белта и на сайте акций 97 ты даже не переписан в виде получаешь два совершенно разных сообщения. Эта формула была неизменна на протяжении последних 50 лет. Все мысли медиа как медиа из-за месседжа. Сегодня медиа это то зеркало, в которое ты смотришься. Медиа не показывает тебе ничего нового. Медиа старается собрать всю информацию для себя. Пусть даже Google сейчас клянется, что он этой информацией не торгует, что он это делает, не привязывает к твоему паспорту. Но де-факто мы уже знаем, что те люди, которые много, будут это привязывать к твоему паспорту и так далее. И делается это только для того, чтобы окружить тебя непонятными бесконечными отражениями для тебя. Мы понимаем, что мотив, по которому люди сегодня постят и лайкают в социальных сетях, это мотив глубоко и глистично. Мы понимаем, что наша телесность как таковая, она деградировала, что мы спим, едим, занимаемся любовью, размножаемся. В общем, не так, как это делали наши дети, в смысле наши родители, что наш сон сегодня это не столько про тело, сколько про вздомное открытое сознание. Мы понимаем, что наша беда сегодня скорее про постинг для инстаграма, чем про насыщение долгами. И в общем тут сложно, тут нужно быть очень большим активистом и не очень, по-моему, умным человеком, чтобы при этом сохранять оптимистичные или ультра оптимистичные взглядные медиа, которым обладает Манович. Мне кажется, мы очень сильно привитализировались. Мне кажется, что молодое Сибиряковье, в котором никто уже ничего не знает, но все догадывается, в котором нету память добра и зла, но есть какие-то интерпретации, оно уже наступило. И самое последнее, что я бы хотел сказать, это в общем то, что профессия журналиста, точно так же профессия писателя, в связи с всем, а также в связи с понятием взрыва пастерства, скоро перестанет быть чем-то, что приносит доход. Вы уже видите, что для того, чтобы получить рекламные деньги от YouTube, если у тебя было 20 читателей в газете, ты мог продавать рекламу эффективно, если у тебя 20 тысяч просмотров в YouTube, это ничто, YouTube в 3 миллиона просмотров и должен начать платить себе 300 долларов в случае разрешения рекламы. Вы видите, как начинает довольбироваться деятельность, как начинает тяниться внимание. Вы видите, вы знаете наверняка о том, что, согласно Андрею Мирошниченко, за все время, начиная от появления письменности человечества и до 2010 года человечество породило 200 тысяч авторов. Количество авторов любых текстов, любых произведений у человечества с момента. Он это сделал, проанализировал в каталоге национальной библиотеки Конгресса США. Так вот, 200 тысяч авторов было создано за всю историю существования человечества до 2060 года. С периода с 2010 по 2016 год авторов стало 2,4 миллиона. Таким образом, взрыв авторства идет к тому, что начинает цениться. Да, авторы стали все, в том числе эти люди, которые торгуют кроссовками, все сейчас есть в сети, все сейчас постят в фейсбуке. Все это довольно пессимистичная картина прогнозов относительно нашей с вами профессии дает. И писательство, как мне кажется, тоже скоро станет чем-то и уже стало, и быстрее станет, чем-то, что делается для пестижа, для того, чтобы быть публичной персоной, но не для того, чтобы зарабатывать на этом с этого все начиналось. Пушкин не мог жить с продаж своих книг. Но в достижении эпохи роторного печатания уже профукана. На этом все. Все печально, на мой взгляд. Быть может, в этом есть какая-то красота. Может быть, есть какие-то вопросы? Я устал работать с турецким горловым пением, полтора часа. Может быть, мы поговорим? Скажите, что может быть пресыщение культуры развиваются? Ну, что, 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 какой-то порога с чем мы переграем, и все, и в этом отказываться. То есть, может быть, такое, что мы крестимся с информацией и уйдем, да, в прещерный век, когда мы откажемся от гаджетов, выпечиваем все гаджеты, потреблять информацию, будем коммуницировать физически. Мы будем сейчас рассуждать не очень такой пицемист. Мне кажется, что это тоже может быть какая-то такая кухня? А мне кажется, что поколение губов будет, которое вот сейчас уже есть в этом ставе еще, и оно будет совсем не таким, как мы, и воспитана будет не так, думать она будет не так, понимать она будет не так, оно уже не так понимается на эту счет зрения, потому что электронный носитель, впитывание информации, на мой везде совсем не так, как масло носитель, уже доказано научно, и Черниковская в этом миллион раз сказала, известные меры, и те вопросы, проблемы, которые поднимает она, они реально угрожают существование человеческих, если целый согласен. я согласен с Черниковской, как она себя называет, Черниковская. Дело в том, что я точно знаю, что я точно вижу, поменялась наша способность к концентрации внимания, то есть мы как бы, вот у меня в зале работает 300 человек, студентов, да, я знаю точно, что я не могу им давать даже 10 страниц текста на чтение дома, потому что даже если я их запугаю и они его прочтут, да, они его не смогут пересказать на завтра. Я им даю задание, давайте мы сейчас, ребята, вот я взял кофе, вы там возьмите кофе, мы сейчас откроем 10 страниц текста, мы внимательно их прочитаем и у вас есть на это 20 минут, и после этого мы обсудим. Я вижу, что вот эти, они значительно моложе нас, им 20 лет еще нет, им там 18-18 лет, у них у всех крайне запущенная форма дислексии, потому что я вижу, что они читают, я вижу, что они читают, но когда я задаю вопрос о том, что же они прочли, это вот как про курицу, это пипец, это как бы, ну, это пугает, и дальше будет хуже. Второе, второе, это запоминание, вы видите, что стало с нашей способностью к памяти, запоминать, мы, как бы, Google отключил нас, что бы то ни было запоминать, мы всегда знаем, что мы можем это отыскать. А вы не связываете, если, ну, может, это группа, но все-таки апокалипсис, но все-таки, как мы сказали, до сих пор позиционируем себя людьми, какими-то верующими, неверующими, но даже в Google кятли, мне все равно, что ты. Так вот, то, о чем писал «Нострадамов». Нет, не «Нострадамов». «Ианн Горцовов». «Ианн Горцовов», да. «Вы не видите, что в реальности электронный лагерь и прочие творящие факты, но они действительно имеют место, будете, и они в реальности существуют?» Вы знаете, я последние полгода занимаюсь примерно уже год практически. Я в прошлом году в Тюрихе начал писать книгу. Она называется «Ночь», и она как раз по моменту, когда все гаджеты потухнут. И мне было так приятно погружаться в допечатанный мир, вот как бы Минск, который разберился на местных феодальных государств, которые воюют друг с другом. Я ее дописал, я дал ее читать с редактором, и все как-то читают и говорят, «Блин, мы хотим жить в этом мире, там нет ни отопления, там все как-то накрылось медным тазом». Но вот я как-то стараюсь не подключаться к интернету, когда я нахожусь в повестках. И я чувствую, я сплю по-другому, я как бы, ну вы сами, наверное, знаете это ощущение. Это неспокойная изменить это было настолько воплощение новой технологии, но для меня это домирование варень. А, столько-то, насколько. Да, вот граница как-то происходит. Граница в том, что человек в принципе не может отрываться от телефона. Скорее, человек с телефоном. не мешал. И вот ты с ним разговариваешь и он в это время набирает на телефоне, он при этом смотрит, что ему кто-то звонит там по скайпу или чего-то. В итоге внимание его настолько рассеяло, что он смотрит на тебя как бы неудобно переспросить. А что ты в итоге спрашивал? Ну, я не знаю насчет апокалипсиса, мне кажется, что он ведет форму леверной войны, которую может быть в одном шаге. потому что крамп он стоит Путин ну или как у нояб. Сначала война, потом как у нояб. А если мы уже перешли к войне, тогда все обернутся мы туда быстро перешли после момента про войну миров. Просто на данный вполне про классическую версию. Я смогу и благодаря хорошему мы быстро смогу найти текст американского слайда, которые заинтересовали всей этой историей про панику и начали копать. что-то было и по крайней мере они приходят к выводу, что это совершенно медиафеномен, только не то, что мы думаем, это не медиафеномен радионапугавшего людей, а по их выводу это медиафеномен газет, которые отреагировали на бессловиство новостной CBS, которые себе позволили использовать в разнообразной программе новостные перебивки, цилизованные под них, что у них производных медиа нарушение всех этических стандартов и они вышли все более главными претеррицами про последствия и в общем-то они пишут, что помимо одного инцидента городок «Глава Смайл», где мы расстреляли какую-то одну напорную вышку, нет документальных подтверждений ничего, чтобы реального было, каких-то беспорядков, каких-то западных полицейских участков и так далее. Но миф остался и до сих пор у нас качуется. Вы видите, Вадим, феномен интернета в том, что вы можете прочесть очень похоже на правду одну версию, а потом я вот сейчас скажу что-то другое. И вот становится понятно, что знание надо искать у живых людей, которым ты доверяешь, потому что знание электронное, оно девальвировалось. Я читал про... Дело в том, что там есть такой нюанс, который вроде довольно достовеен, его легко проверить. К моменту завершения программы у дверей CBS уже стояла полиция и ломилась туда. Как бы если допустить, что ничего, никакой паники не было, то почему полиция ломилась? Ну, то есть надо, например, что-то только считая сослов, но сегодня нет. То есть как бы... Это все хорошее история про медиа, про то, радио или радио на газеты, или на газеты, или мы на то, как сейчас про этот сайт, и так далее. И заметьте, что истории как таковой не осталось. Осталась перепрезентация, потому что от черта узнают, как там на самом деле. Вы думаете, что это десерт, которым мы подчимаем исследования? В принципе, это было уникальное время. Но главное, что мы опять же возвращаемся в запечаток, когда люди поделятся на тех, кто знает, что они понимают, и те, кто читает тексты по полонзации и даже ничего не понимают. То есть еще сто пять лет назад так и было. Моженство людей в земле оно не считало, оно не считало, занималось в инфизиции, врачи, 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 врачи. Вы понимаете, ничего глобального не поменялось, которое же количество людей на земле. Плюс еще, вы понимаете, надо же учитывать, что есть двухсот миллионные каналы на YouTube людей, которые несут текуку, как то, что земля плоская. И как бы это вот отличие. Потому что тогда были как бы лупки, которые... кто это смотрит, читает, верит, читает, верит, кто в это не верит, почему еще это все равно. Легает просто на сегодняшний день такое количество на сегодняшний день. Ну да. А самым остальным, кто работает на ответ и лечь спадет. Просто что меня тут пугает, пугает именно. Если говорить о каком-то настораживании, это то, что есть при полном скатывании там вот в средневековье все-таки есть канал массового, реально массового действия на ум, которые... Ну вот, а если завтра эти ютюб-проповедники скажут, что надо срочно, срочно вырезать всех рыжих, срочно, как бы Чико узнает, но... Тем же видео было религиозно. Ну... Это не сегодня ее ценность регулировалась, а еще 500 лет назад заявил, что не на кострах из-за того, что кто-то сказал полном обеденную и он не в колду. А вы знаете, вот тут есть интересный нюанс. Религия христианства действительно, но я только вот что из Стамбула и как бы и там очень интересная фаза ислама. Вот мне кажется, ислам, как религия, которая появилась значительно позже, христианство, оно сейчас находится примерно на той же стадии, на которой христианство находилось во время христовых походов. Оно очень боинственно и оно медиатизировано. То есть у исламистов в руках появилась новая медиа. и внезапно ты видишь, как город, который еще 10 лет назад был светским, становится совсем другим, как очень много женщин в руках появляются, сотними телефонами в руках. То есть тут все осложняется тем, что это не вполне средневековье, это средневековье такое технологическое. Но вы совершенно правы, то есть в том, что так и было 150 лет назад и каналы коммуникации были 150 лет назад. надо учитывать вот эти 200-миллионные мусорки информационные, которых раньше существовать не могло. А вы ведь понимаете, такое видео, оно вырабатывает идентичность. Почему важен переход в Google к персонализированному поиску? Почему вот мановичный обращает внимание, что лидер впервые стала показывать что-то про тебя на твои запросы, а не формировать некие большие группы? То есть теперь человек, который, например, забивает Google пролив нефти в танкере British Petroleum, если Google считает, что это забивает Greenpeace он ему покажет одну картину. Если Google считает, что это забивает British Petroleum на месте, картина была совершенно иная. Вот там в стене фильтров на эту тему много всего прикладного, потому что работник индустрии не получит никаких пугающих данных. Я в чем понимаю, это просто не конец. Я ничего не изменялся, что раньше были люди, которые были на цене доходов и возможностей. Это не сейчас. Это достижение богатых. Все. Просто как раньше простые люди имеют достижение богатства это единственное тысяча. Просто людей стало больше, которые помогали добывать это богатство, стало больше тех, кто это богатство получает. Но просто именинный санкаризм. По большому счету ничего не меняется. Когда мы говорим слово «неберную войну» либо еще то, опять же это не это. Такой левый подход марксистский к этому. Вообще в принципе марксизм он же прекрасен тем, что он позволяет с одинаковой эффективностью описывать феодализм в Египте и феодализм, который есть сегодня. Как бы он в этом смысле как парадигма очень крут. Поэтому да, эксплуатация как бы и ну просто что тут еще есть? Мне раньше казалось, что миром управляют те люди, что да, мне вот когда-то в школе говорили, что люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые читают газеты. Вот нифига. Потому что посмотрите на Цукерберга. Топ-5 IT-миллионеров недоучились в университетах. Они не то, что книг не читали, но я как-то расстроился в свое время, когда прочитал, что Антон Матолько в принципе не читает книг, являясь очевидным кумиром для сотен тысяч подписчиков в Твиттере. Ну, то есть он вот как бы не читает литературу, к нему но он же при этом умный парень, и он как бы при этом носитель определенной идентичности, интеллектуальной в том числе. Он же многими воспринимается как интеллектуал, как такой новый умный человек, и вот что это будет за культура через 10 лет бескнижная. Я продолжу читать книги, потому что мне это нравится, мне нравится как замедляется время, когда я беру руки в той, что на книгу, как я сам становлюсь руки, но будет ли этим навыком обладать человек через 20 лет не факт. Продолжение следует...